Здравствуйте! Я Сергей Гуренко. И сейчас мы постараемся объективно оценить лучших тренеров мира для вас. Тен-Хак. Почему сюда? Все-таки сколько времени он работает в Манчестер-Венайтед, хотя там есть проблемы, о которых многие говорят, но он до сих пор никак не может найти общий язык с раздевалкой, с командой. Первый признак того, что ему будет тяжело, когда у него возник конфликт с Рональдом. Я тоже считаю, что тренер квалифицированный, но его большая проблема, ему очень сложно работать в топ-клубах. Все-таки игроки есть каждый со своим мнением, каждый со своим видением, и это самая большая проблема. Но со средней командой, я считаю, это квалифицированный тренер. Полностью согласен. Мауринер. Так. Ну, я считаю, что если он начинал отсюда, потихонечку скатывается, и я думаю, что где-то находится, может быть, вот так. То есть, может пойти вверх, может пойти вниз, но последние результаты, конечно, мне кажется, у него просто сейчас уже нет идей. Если он раньше брал за счет своей дисциплины, конечно, у него был всегда подбор игроков, ну и большое везение, то сейчас у него нет идей. Может быть, где-то нет хороших помощников, но последние все результаты, они, конечно, ниже желаемых. Я полностью согласен с Сергеем, потому что в последнее время, ну, не совсем хорошо дела идут, и когда начали его сравнивать с предшественником его в Роме, то оказалось, что Мауриня, ну, как бы по турнирных таблицах за два года, он намного слабее сработал, чем предшественник, от которого уволили. Я согласен. Пепа Гвардиола однозначно здесь, потому что, по большому счету, от Пепа идет очень много, скажем, современных тенденций развития футбола. Могу объяснить, когда он принял Барселону, он изобрел вот это Тикитака, которое подчинил командную игру, ну, конечно, имея Хави и Несу там, ну, можно это починить. Построив игру под Месси, вот, когда он перешел в Баварию, у него появилось такое, что он два крайних защитника, и играли, как бы, выдвинутые два опорника. То есть, это опять новшество было. Когда он перешел в Ман-Сити, был период, он не знал, что делать с этими игроками, но сейчас, посмотрите, он играет совсем другой футбол, чем Барселона, чем даже Бавария. Который он был. Значит, и умеет играть абсолютно, использовать любые промахи сопернику, любой брешь, он это находит. И самое еще, что в нем потрясающее, он видит перспективу для игроков. Того же Холланда, того же Родри, он перевел в опорную зону, ну, из защитника сделал суперопорника, который за сезон забивает, играя опорного, нижнюю опорную, забивает по 5-7 голов, ну, это здорово. Для меня он тренер топ-1. Полностью соглашусь. Ну, от себя хочу добавить, что он постоянно ищет. Это тренер, который, он не останавливается, постоянно ищет что-то новое, много рискует, может, даже это не всегда, даже приносит вот плоды, ну, на первом этапе. Но это тренер, который, да, много привнес таких новшеств. Тут однозначно, это по мне только самая верхняя позиция. Я бы, наверное, тоже вот так его на, вот, неоднозначно сейчас, как бы. Я считаю, что тренер, который опять в одних командах у него получалось лучше, в других хуже, но такой тренер-диктатор, но это тренер под, нужно под определенную команду. Если его игроки слушают и игроки выполняют его требования, то он дает результат. Если где-то что-то не получается в раздевалке, то, конечно, и результаты падают. Но тренер, я считаю, очень квалифицированный, тоже со своей идеей, достаточно жесткий, но под определенных футболистов. Я согласен с Сергеем, потому что Сухель очень хороший уровень тренер. Тут вопрос даже не стоит об этом, но мне кажется, у него слабая сторона, это умение общения, общаться с руководством и, самое главное, с игроками. То есть он для них не родной. В любых командах, где он был, он не становится родным. Потому вот сейчас все эти его беды, в аварии, ну вот это оттуда выходит. Хотя тот же Мюллер говорит, что дело не только в тренере, он не говорит, что дело в нас, он говорит, дело не только в тренере, но и в нас, игроках. Значит, они об этом как бы думают и на общественность выносят. И вот простой пример, Кимик, который играет за сборную Германии, то он попадает в состав, то он в замены выходит. Поэтому есть проблема. Кого тут? Тут нас нету? Нас нет. Нет. Хави. Вот я где-то, наверное, вот так я поставлю. Прошлогодняя Барселона, это чисто команда тренера. Он где-то и фарт был, он выжил из нее очень много и, скажем так, такой баланс сделал, что чемпионат Испании пропустить там за весь чемпионат за 38 игр, 20 голов, по-моему, они столько пропустили, но это просто подвиг. Конечно, не только Терштегина, но сейчас есть проблемы, вот уже мы как-то обсуждали, что, конечно, таким молодежным составом играть, ну, очень сложно, но этот тренер тоже со своим видением игры, со своим пониманием игры и я, насколько понимаю, игроки за него, то есть это он, ну, пользуется этим авторитетом. Но Барселона есть Барселона, не выиграл Лигу чемпионов, значит, ты не тренер. Полностью соглашусь и я считаю, что просто надо время. Очень жалко будет потерять такого тренера с такими идеями, особенно для Барселоны, потому что она ему небезразлична и полностью согласен, а то, что он находится вот, ну, как бы, на такой позиции, это как раз то время, которое есть, чтобы подняться вверх. Но я уверен, что если будет доверие, он окажется в верхней строчке. клоп, ну, я бы тоже, наверное, все-таки за счет опыта поднял бы вверх. Столько лет отработать в Ильверпуле, и, ну, если брать за последние года, то, понятно, у них был один год хороший, потом у них немножко падают результаты, но в Англии это очень сложно, постоянно добиваться максимальных результатов, вот, но тоже тренер такой, очень эмоциональный, дисциплина очень хорошая, и я считаю, что это топ-тренер, который своей работой, своими результатами заслужил находиться на верхней строчке. Полностью согласен. Смотреть игру Ливерпуля, смотреть игру, когда он работал в клоп в Дортмунде, было одно удовольствие. Вот эти контратаки, которые были, прессинг, который очень высокий прессинг он использовал, ну, просто шикарно было. И сколько игроков, посмотрите, раскрылось при нем, то тут же Левандовского они взяли, откуда они взяли, ну, с Кребцом там, в Польше. В Польше мы вместе играли, что называется, вот, Левандовский это просто супер игрок. Вот. Он, конечно, вот, в верхнем самом ряду то же самое, какие-то идеи у него есть, все, потому восхищен его работой, и он не боится признавать свои ошибки, когда у него не пошло в Ливерпуле, он уволил своего помощника по физподготовке, и все думали, что у него, по-моему, был Хорват или кто-то там, вот, и думали, что все, Клоп кончится, а Клоп выиграл Лигу чемпионов, суперкубок, чемпионат мира среди клубных команд, команд, все. Когда он на себя завернул все функции и спортивного директора, и тренера, пожалуйста, посмотрите, появились у него и ван Дейк, расстался он с Мане, вроде игрок был классный, а расстался, и как бы его не заметили. Сейчас, как мой один знакомый говорит, Салах, он говорит, не Салах, а Аллах, говорит, уже, говорит, значит, заиграл при нем, ну, просто шикарно, семь лет в этом клубе, уже восьмой, по-моему, ну, просто шикарно, просто шикарно. Анчелоти. Вот, бенечко. Знаете, выиграть столько лет, выигрывать столько кубков, значит, и становиться чемпионом Италии, становиться чемпионом Франции, становиться Германии, Англии, ну, это просто шик. Но, помните, было время, когда он работал в Эвертоне, и команда занимала, вроде как бы там девятое, десятое место. Но, это тренер, которым, ну, конечно, нужны, любому тренеру, нужны хорошие исполнители. И когда он пришел в Реал после Зидана, ну, он нашел общий язык с игроками, даже вроде они там три раза подряд выиграли Лигу Чемпиона, все, но он нашел и сумел их мотивировать, посмотреть их, какие сезоны они выдают, ну, просто чудо. Для меня топ сто процентов. Я тоже полностью соглашусь, но для Анчелоти у них есть большое отличие с тем же Гвардиолой. То есть, Анчелоти это человек, который подбирает топ футболистов, он чувствует футболистов, он знает, какие ему нужны футболисты, он их расставляет, а все остальное они уже делают практически сами. То есть, если у Гвардиола он как бы направляет игроков, дает им указания, задания, то Анчелоти он... чувствует именно качество качественных футболистов и правильно их использует. И у него очень всегда порядок в раздевалке. Все футболисты за него играют, бьются, и я считаю, что это заслуженно находится на позиции. Митчелл. Я думаю, что он находится вот тут, наверное. Он еще о себе, я думаю, что не заявил, но вот те результаты, та игра, которую показывает Жерона, она дает повод смотреть, что он может подняться значительно вверх. Он подобрал игроков, которые не подходят для Манчестер Сити. Ну, как бы это с перспективой работает. Но команда играет в очень быстрый футбол, вертикальный футбол, и он с командой достает максимум. Они играют очень уверенно и заслуженно. Сейчас идут верхние части турнира таблицы в Испании. Я считаю, что за год сделать такой колоссальный шаг, это понятно, он еще ничего не выиграл, он не попал в топ. Он же был помощником, но я думаю, что он именно находится в той позиции, в которой через несколько лет он может оказаться. Знаете, начать чемпионат с 0-3 от Реала, в первой же игре дома, и после этого выдать такую 15-17 серию без поражений, споткнуться опять только на Реале, который их просто разнес. Но команда играет настолько интересный футбол, это что-то наподобие Лестера, когда они стали чемпионами, по-моему, 15-16 в году в Англии. Настолько интересный футбол играет, потому что у него хорошие связки получаются. Есть крайние, которые очень быстро бегут, есть защитники, которые грамотно умеют подпирать, есть вратарь, который тянет. Но действительно Сергей прав. Есть такой, как я всегда называю, синдром у тренеров и игроков с синдромом второго года. Вот, посмотрим. Так, и кто у нас остался? Белорусский тренер, нет? Нет, нет. Симеонин, ну, наверное, где-то вот здесь. Тренер, который трудом, трудом делает команду, и она всегда где-то, ну, конкурентно способна, очень конкурентно способна. По большому счету, ну, там игроки, тот же Марата приходит, тот же Гризман возвращается, тот же Депай, который были там Барселоны или где-то они там все были, и он пытается с ними что-то сделать. Но тренер очень качественный, но у него работа, что называется, на убой. Как-то смотрел кадры, что игроки идут с тренировки и просто идет, ну, скажем, вырывает человека, просто его организм не может с этим справиться, но футбол таков, выжил, значит играешь. Я полностью соглашусь, но я бы, наверное, приподнял бы все-таки вот сюда, ну, за счет, именно за счет опыта, за счет, то есть, он уже годами доказал свою состоятельность, понятно, я думаю, он, может, он не работал с топ-игроками, все равно у него по подбору игроков не самые всегда были там топовые, но он за счет дисциплины организации, хорошей физической подготовки, ну, постоянно находится в верхней вот части турнирной таблицы в Испании, плюс постоянно в Лиге Чемпионов доходили до финала, они не всегда выигрывали, но я считаю, что очень квалифицированный тренер со своей изюминкой, и он тоже не подстраивается ни под кого, он отличается от всех, наверное, от всего верха, и я даже думаю, он от всех тренеров тоже у него есть такое отличие, у него свое видение игры, хотя в этом году они попытались больше контролировать мяч, но стали больше пропускать. Вот его команда это копия Симеона на поле, в таком же стиле играл. А что думаете вы после того, что вы увидели? Пишите в комментариях свои мнения, будет интересно почитать.